МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗЕРНИЯ НОВАГА УРАДЖАЮ ПОЧАЛИ ПАСТАВЛЯЦ НА КАМБИНАТЫ ХЛЕБОПРАДУКТАУ. ПЕРШУ ПАРТУЮ ЖИТА СЁНЯ ПРЫНЯЛИ У РЭЧИЦЫ С ПАДРАБЯЗНАСТЯМИ ДЬМИТРЫ КОТАУ. У филиале Советская Беларусья Рэшицкого комбината хлебопродуктов першими в области вышли убирать зерневые культуры. Сюня на палетках працуют три комбайны. Завтра им на допомогу выйдут еще стольки. Першая партия, можно сказать, выходила на разведку. Отрыманная информация станучая зерня, готовая до сбору. А тому чакать нелега, значение мая кожный день. За селедней засухи и без того потерпела шмат посевных площадь. У господарцы подлишивают страты ураджаю. Замес ранее плануемых 15 тысяч тонн сборжа, зараз размова идет про 12. В этом году сложные погодные условия были и немножко повлияло на зерновые культуры. Они подгорели. Мы сегодня видим, что мы можем и недополучить урожай. Поэтому мы сегодня выехали гораздо раньше для того, чтобы без потерь это все убрать и получить максимально высокий урожай зерновых культур. Первую парту, которая пробыла с филиала Советская Белоруссия Рыжевского комбината хлебопродуктов, сустракают в аурочистой атмосфере. Со знаковой падеей веншуют керавника господарки. Параллельно проходит обовязковый лабораторный контроль. Процедура худкая, займая у сего несколько хвилин. И одразу вядома, те отповедая сборжа усим необходным показчикам. Поступившее зерно у нас предварительно проверяется на влажность, на влагомере. Проверяется на зараженность. В данный момент сейчас зерно проверяется на зараженность, путем просеивание через сета. Вот сейчас мы наблюдаем, как лаборант проверяет зерно. Не обнаружено, зараженность не обнаружена. Коли распространяться по-соправному гараж и период жнева 2018, супрацовники лаборатории могут доследовать до 100 машин что день. У вогули на комбинате сдольный примать до 2000 тонн. Подчас уборочной кампании сборжа на Рейшевский КГП будут приводить с мясцовых господарок, а так само со Светлогорского, Брагинского, Лоевского, Кармянского и Октябрьского районов. Гоззаказ у нас 13,5 тысяч тонн, ржи продовольственные. Планируем вообще собрать, ну можем разместить на комбинате до 80 тысяч тонн зерна. На привозе сборжа заденешено больше за 70 машин, 5 зяких належит комбинату, остальные узятые в аренду. А кроме этого, на элеваторы господарки доставляют сборжа на уластном транспорте. Коли уборка зерневых культур распочнется массово, працавать пройдется практически без перепынку. Однако до таких умов супрацовники предприемства готовы. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» зрешицы. А за сушливого надворья селета потерпели и инши культуры. До приклада ураджайность зеленого горошку на полях предприемства «Ксу» Брылева знизилась на 20% по равнанне с минулогодним покашеком. Однако сдаваться тут на меру немают. Боротьба за ураджай будет вестися до опошнего стручка. На коммунальном сельско-господарчем унитарном предприемстве Брылева зеленый горошек выросшую с 2008 года. Починали с нескольких десятков гектаров, сёня вышли на максимум, який отповядает пропускной сдольности цеха консервования. Огульная пассионная площа – 154 гектара. З их господарка, что год отримливает каля тысячи тонн зеленого горошку. Стараемся, чтобы горошек попал на переработку в том состоянии, в котором максимально технологичным. Это когда он еще относительно молодой, что в банке при закатке на консервацию он соответствовал всем требованиям потребителя. Хозяйство пользуется наиболее урожайными сортами, которые есть вообще на европейском рынке. Мы покупаем самые лучшие горохи. И за счет этого мы более-менее держимся на хорошем уровне на протяжении последних лет, независимо от климатических условий. Селетний урожайный с горошкой Уксу Брылева каля 60-ти центней розгектара. Что дня с поля у цех поставляется до 30 тонн сыровины. Спекотный аппарат у завершается только на проконце жнивня. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в принципе не сложная, но нужно смотреть, чтобы не было потерь. Правильный был срыв горошка со стеблей, чтобы не было в бункере растительных остатков. За 10 годов выращивания этой культуры у господарца до дроби зево отпрацевали процесс уборки и нарыхтовки. С поля зеленых горошек доставляется на консервовый завод. Там мытье, инспекция, бланширование, расфасовка, условия и закатка. В прошлом году мы выпустили 3 миллиона 500 условных банок консервной продукции. В этом году планируем не меньше. 3 миллиона 600 условных банок консервной продукции. Помимо того еще и заморозить. У нас работает цех здесь же по замораживанию зеленого горошка. Где-то 40-50 тонн мы еще будем выморозить. Увесь технологичный ланцужок не превышает 2-1. Уборка и закатка ведутся одночасово в твие изменения. На допомогу предприятиям накерованы студентские операционные отради. Будучи специальности юнаков и девочек не связаны со спецификой этой летней прации. Однако многие вертаются сюда снова. С данным предприятием мы сотрудничаем уже не первый год. Есть ребята, которые работают третий год подряд, четвертый. Работают на данном предприятии два отряда по 25 человек. Филологи, психологи, математики изъявляют желание работать на данном предприятии, подработать. У адрозненец пелого гороху зеленый горошек личится городненной, а не зернебобовой культурой. А кроме великой колькости сбонсованного белка и легкой засвояльных вуглеводов, консервовых горошек утрымливая шматкалию, фосфору, жалеза, а так само витаминов. Евгения Кухаронак, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель» с Гомельского района. Держа от инспекции Беларуси отзначила 82-ю годовину утварения. Урачистый сход отбылся и у Гомельской областной ДАИ. На мероприемства запросили не только девочих супрацовников службы, але и ветеранов. Больше, чем за 80 годов, многое изменилось. Подрыхтовка инспектора устала больше десканалы, да помогают сучасные техничные сродки. Одно застаётся неазменным. Супрацовники ДАИ протягивают трывало стоять на варте безпеки и законности. И робят гэта якосно. Несмотря на такой большой рост транспорта, и при том такого мобильного и прочего, конечно, аварийность снижается. И это вот показатель у нас, даже если брать нашу республику, то ниже, чем в некоторых странах Европы. Хотелось бы всех поздравить с праздниками и пожелать здоровья, порядочности во всех делах, и в работе, и в жизни, и всего-всего самого хорошего. Как подобрать надейного туроператора и не трапить у долгую чергу на пересечении державной мяжи? На питание по организации отпочинку подчас пресс-конференции отказали представники управления спорту и туризму Огомельского Балавканкама, пограничной группы и мытни. До отпочинку треба рыхтоваться загадя. Выбор туроператора – справа отказная. Специалисты раяць отдавать перевагу буйным компаниям, які маюць сертификаты Национального агентства по туризме. Так само треба быть уважливым до документов, заховывать чеки и знакомиться с умовами страхования. Сегодня гомельчанам надо еще раз обращать внимание, конечно, через кого, через какое представительство, через какую туристическую фирму вы планируете свой отдых. Я всегда рекомендую те туристические организации, которые сегодня получили сертификат, которые сегодня сертифицированы и работают на рынке не один год. Это организации, которые на сегодняшний день дорожат своей репутацией, это организации, которые имеют прямые договора с теми компаниями, которые организуют отдых уже на сопредельной территории где-то. И, соответственно, эти компании несут ответственность за ваш отдых. У беларусов один из самых популярных – украинский напрямок. За последние три годы колькасть жахаров у Мельской области, которые отправляются на отпочинок на Черноморское узбережье, краины-соседки, взросла у троя. И это только подаденных туристических компаний. Как выник, растет колькасть аутотранспорта, что отправляется упалдневым напрямку. А маль усе едут праздновую гуту. На пункте пропуску мытники и пограничники переходят на усмотренный режим работы. Значально скорочают час оформления. Однако черга и шматгадинного чекания пазбегнуть не отрымливается. Правда, есть тут один нюанс. Черги возникают амаль за усе еды у один час. Легковых автомобилей становится больше у передвыходные святочные дни туристичных автобусов у будни после 14-ти годин. Когда загаде плановать поездку, то можно у вогаля пазбегнуть стояння у чергах. Перед тем, как планируют свою поездку, необходимо зайти на сайт Государственного комитета gov.by в разделе очереди. Там в режиме онлайн вы можете просмотреть интересующийся вам пункт пропуска, через который вы планируете пересекать государственную границу. Там будет указана информация о количестве автобусов, легкового транспортного средства и грузового по категории. Также на данном сайте в разделе очередь на границу имеется информация почасовая о количестве транспортных средств, всех, как я говорил, а также по дням недели. В связи с этим вы можете планировать свой выезд, выбирая тот или иной пункт пропуска. Будем говорить о свободных вакансиях, будем помогать людям найти работу. Также будут приниматься телефонные звонки, вопросы от наших радиослушателей. Поэтому я надеюсь, что подобная программа поможет найти работу каждому. С учетом того, что она будет иметь практический характер, мы будем рассказывать и о заработной плате, и об условиях труда, и о предоставляемых соцпакетах. Поэтому каждый может найти ответ на волнующий его вопрос. Слухаши отримают информацию не только про умовы працеволадкования, но и про ситуацию на рынку працы, изменах у законодавстве и парадку про доставление субсиды для открытия уластной справы. У першыню у промым эфиры рубрига «Загушить» 10 лепеня. Початок у 11 годин. Дни культуры Украины завершатся масштабным концертом у Гомеле. Популярные музыканты и творческие коллективы выступят у областным громадско-культурным центры 10 лепеня. У першыню у Гомель приеде народная артыстка Украины Тіна Карль. У зорным составе таксама народный артыст Украины Ива Бобул, заслуженная артыстка Украины Лінара Асманова, популярный спявак Олег Винник, молодая выканауца Злата Огневич и квартет Гетман. Усяго у программе заденчана каля 140 артыстов. Плануется, что у наступным годзе беларусы отправятся у краину суседку с визитом у отказ. У областным центры народной творчасти открылась выстава живопису и графики гомельской мастачки Татьяны Яржгорыной. Гэта яе третья персональная выстава у Гомелі. Творчастю Татьяна Яржгорына займается больше, как 20 годов. Постоянно экспериментуя с формой, фактурой и колером. Ее работы характеризуют лиричность сюжетов и неполторное жаночое бачение в новокольного свету. Картины эмоциональные и колоритные по своим сенсовым и колеровым наполнениям. Сюжеты автору подказывают житьем на представленных полотнах в образы людей живел белорусские краевиды. Меня всегда спрашивают, это у вас портреты или что? Я всегда говорю, что это образы, это не портреты, это какая-то такая смесь пунш образов, которые ассоциируют мои личные эмоции. Отображение чего-либо в жизни. Поэтому к работам я не делаю подписи, я их не называю, потому что у каждого человека может возникнуть своя ассоциация образа. Картины не маюсь назвал, зато и у каждой оригинальное поэтичное сопровождение. Гумористичные верши належат спяру самой мастачки. Теплые дождливые надворья чакаются у регионе на гэтым тыдне. У авторок у гомеля прогнозуется пераменная воблачность. У день будет до плюс 27, у ночи до 16 тепла. У сираду и четвер чакается спякота до плюс 28, махшимы на вольнице. У пятницу температура поветра крыху понизится до плюс 24. Верагодны, моцны опадки. По попередніх прогнозах дажжи протягнутся до конца тыдня. Гэты и іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте, у интернеті, по адресі www.tvrgomil.by. Далей у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я ж з вами развітваюся. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Несмотря на то, что суббота была рабочей, конец недели не обошёлся без целого ряда различных чрезвычайных происшествий и дорожных аварий. 7 июля в деревне Червоная Кветка Реческого района 32-летний рабочий угнал автомобиль у директора предприятия, на котором работал. Отстранённый начальником от исполнения служебных обязанностей за нахождением в нетрезвом виде на рабочем месте, мужчина, найдя ключи от машины, ничего лучше не придумал, как поехать домой на директорском Рено Трафик. Угнал автомобиль, молодой человек проехал пару метров и совершил столкновение со столбом. По приезду сотрудников госавтоинспекции было установлено, что данный молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишён в 2015 году право управления на транспортные средства за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день в отношении угонщика было составлено 5 административных материалов, а также возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан. Всего за прошедшие предвыходные и выходные дни было задержано 23 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 47 водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления. Зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения. В Светлогорском районе мужчина совершил наезд на опору не линия электропередач, а в Брагинском районе женщина не справилась с управлением и совершила опрокидывание. За прошедшие выходные и предвыходные дни в Гомельской области зарегистрировано 3 пожара, на которых погиб 1 человек, повреждено 3 строения. Вчера около 8 вечера спасатели Брагинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Городище Брагинского района. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на стуле в жилой комнате была обнаружена женщина, пенсионерка 1959 года рождения, без признаков жизни. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий это неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем повреждена кровля и уничтожено имущество в жилой комнате. Вечером в пятницу на железнодорожном переезде станции Старая Рудня Жлобинского района пассажирский поезд Гомель-Минск сбил человека. Житель деревни Осиновица переходил пути на запрещающий сигнал ЖД семафора. С диагнозом открытый перелом нижней челюсти и переломом пальца правой руки пенсионер 1949 года рождения был доставлен в районную больницу. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельчанка Оксана Петрушенко выиграла две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию среди инвалидов по слуху, который завершился в польском Люблине. Она пришла первой на 100 метровке в стиле браса. В последний день соревнований спортсменка выиграла золото уже на дистанции в 200 метров, установив при этом новый рекорд чемпионата. В Польше Беларусь представляли 13 пловцов. В состав команды вошли спортсмены, учащиеся группы высшего спортивного мастерства Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. В общекомандном зачете сборная расположилась на четвертом месте. Серьезную борьбу навязали российские, украинские и польские спортсмены. В копилке нашей команды 9 наград, в том числе две высшие пробы. Футбольный клуб Гомель вновь не смог порадовать своих болельщиков. В очередном туре чемпионата высшей лиги зелено-белые уступили на выезде в Витебску, который продолжил погоню за лидерами. Единственный мяч был забит на 17-й минуте. Защитник Гомеля Виталий Коршакевич сыграл рукой в своей штрафной. Судья этот эпизод не оставил без внимания и указал на 11-метровую отметку. Кирилл Вергейчик пробил с точки безошибочно 1-0. Шансы сравнять счет у наших футболистов были как в первом, так и во втором тайме. Несколько неплохих моментов имел Руслан Юденков, однако оба его выстрела парировал вратарь соперника. Гомель в очередной раз проиграл и продолжил соседствовать с зоной вылета. В Гомеле завершилась спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ Беларуси по прыжкам на батуте. В индивидуальных прыжках у юношей 2006 года рождения и моложе первое место занял Антон Казакевич, второе у Никиты Фурса. Оба воспитанники с дюшер номер 4 города Гомеля. Среди ребят 2003-2005 годов рождения серебро у еще одного представителя нашего региона Ивана Мельникова. Также он в паре с Кириллом Тиханцовым занял второе место в синхронных прыжках. По итогам двухдневной борьбы в общекомандном зачете гомельчане уступили лишь витебским спортсменам. Представители региона стали победителями тура чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, который проходил в Чернигове с 6 по 8 июля. По итогам трех соревновательных дней Андрей Марченко и Андрей Сирож стали победителями украинского турнира, завоевав золотые медали. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова